Доставили святыню. 19-й год подряд в Молдову доставляют благодатный огонь. В этом году из-за пандемии в Израиль за ним отправился один священник, а не делегация. Он летел коммерческим рейсом до Тель-Авива, где и получил святыню. В Кишинев благодатный огонь доставили вечером в субботу. Оттуда его привезли в кафедральный собор, где и раздали людям. На мероприятии не было ни одного чиновника, зато собрались сотни верующих. Люди говорят, что святой огонь приносит в их дома мир и душевный покой. Несем в семью весть о воскресении Господня. Смотрите, действительно не жжет тех, у кого вера в душе и свет сохраняется. Держим в доме, насколько возможно. День, два, три, четыре, пять. Становится светлее, люди становятся добрее и мудрее. Знаете, иногда помогает. Когда идет сильный дождь, я зажигаю, и когда чувствую себя нехорошо, тоже зажигаю, и вроде становится легче, и вообще молитвы помогают. Три дня горит, затем убираю. Пусть будет для болезней, ради здоровья. Очень помогает. Мы чувствуем, что помогает. Это огонь, который символизирует нашу жизнь, наше будущее, ну и естественно наше прошедшее. Да, и поэтому я думаю, что каждый человек, ну без этого не бывает пасты. Не чувствуется вот этого вот именно праздника. Для нас, для нашей семьи, это означает надежду на хороший год, душевную радость, мир в семье и радость для всех людей. Это традиция, которую мы соблюдаем каждый год. С ним мы очищаем свое жилье и наши души перед Богом. Огонь заносим и делимся этим огнем, и соседями, и с гостями. Я думаю, что это только укрепит наш дух и желание, чтобы все жили в мире и по-божески. В этом году благодатный огонь доставил в кафедральный собор секретарь митрополии Вадим Кейбаш. В условиях эпидемии за соблюдением порядка в храме следили полицейские. Заходят по 10 человек, выходят, заходят остальные 10. Все в защитных масках. Священники говорят, что каждый верующий должен получить частичку святого огня на Пасху. По традиции, пламя будет гореть весь год. Каждый год мы получаем Божье благословение, когда благодатный огонь сходит в гробе Господнем, где был погребен Иисус и позже восстал благодаря победе над смертью. И здесь мы тоже каждый год вспоминаем эту важную и бесценную радость. Благодатный огонь считается чудом православной церкви. После того, как Спаситель был погребен, пламя разрушило камни, закрывающие вход к его гробу. С тех пор благодатный огонь сходит в священном месте каждый год накануне воскресения Христова. Субтитры создавал DimaTorzok